Дорогие товарищи! В Москве открылся культурно-просветительский центр «День», включающий в себя книжный магазин, галерею и лекторий. Конференции, встречи с авторами канала «День», выставки работ художников «Круга газеты «Завтра», книги издательства «Наше завтра» на третьем этаже ТЦ «Добрынинский» в трех минутах от станции метро. Добрый день, друзья! Рады вас всех видеть. Как обычно, по пятницам с Константином Валентиновичем мы проводим аналитику того, что произошло за эту неделю. Прежде чем перейдем к Украине, к украинским вопросам я вернусь. Давно мы не слышали Александра Григорьевича Лукашенко, и тут он сделал заявление о том, что 2-3 раза в неделю какие-то диверсионные группы к ним проникают. На ваш взгляд, это провоцирование того, чтобы Белоруссия вступила и НАТО вошло? Вот для чего все это делается? Значит, возвращаясь ко всем предыдущим нашим разговорам. Запад потерпел сокрушительное поражение геополитического масштаба, когда гибридный блицкерих Запада против России провалился, и это стало очевидно к началу декабря прошлого года. Что в этих условиях надо делать Западу? Если признание, что Россия остается существовать, если Россия остается существовать под руководством президента Путина, это для Запада смертельно опасная вещь, поскольку идет строительство буквально явочным порядком многополярного мира. только одно – готовить новые удары, более мощные, более эффективные. Экономические санкции, которые могли быть введены, введены полностью. Никаких новых экономических санкций они, собственно, сделать уже не могут. Кстати, 13-й пакет так и не приняли. Да, просто их нет. То есть, ну, вот все, что могли сделать, они уже сделали. Причем потери у них больше, чем у нас. В этих условиях у них остаются, собственно говоря, только лишь два рычага. Это усиление деятельности пятой колонны, активизация пятой колонны, раз. И второе – это наращивание военного давления на Россию. Как нарастить военное давление на Россию, если Украина, как военный игрок, себя уже исчерпал полностью? Понятно, что если они могут даже добавить какие-то там еще танки, поставят, это ровным счетом ничего не изменит на украинской границе, на территории Украины. Вот мы потихонечку будем додавливать ее. И в конечном итоге на Украине рванет, значит, ситуация. Это вот либо народ будет исчерпан и разбежится, либо, значит, свернет эту власть. В том числе и силами украинской самой армии. Они это понимают. Помешать этому они не смогут. Поэтому, значит, единственный способ нарастить давление на Россию – это втянуть дополнительные страны в войну против нас. Как это сделать? Для этого нужны прецеденты. Ну, например, включение в конфликт против войны против Украины дополнительно Белоруссию. Если это происходит, то это повод для Запада начать истошно орать, что вот теперь еще и белорусы взялись воевать с Украиной, а дальше они пойдут, захватят Польшу, Германию, выйдут на Парижу, и дальше через месяц окажутся на берегах Вискайского залива. И на этом фоне, значит, требует начало полномасштабной войны уже НАТО против России. Вот это первый эпизод. Далее, что еще может быть? Раскрутить конфликт за Кавказьем. Мы об этом уже с вами подробно в прошлой лекции я вам рассказывал, говорил. Это вторая точка. Балтийское море, Черное море. А тут я хочу обратить внимание. Очень много наших отечественных экспертов, которые в кавычках, которые были оголтелыми либералами, выступали против СВО еще в 1927 году, требует начинать сбивать американские беспилотники над нейтральными водами. Говорят о том, что нужно сбивать самолеты радиоакционного дозора АБАКС над нейтральными водами. Или над нейтральными, над территорией, там, вне зоны боевых действий. Это все подталкивание к одному. Втолкнуть, втянуть НАТО в войну. Какие страны сейчас, в ближайшее время, они хотят видеть втянутыми в войну с Россией? Первая. Финляндия. Я сверху иду. Финляндия. Вторая. Балтики. Станы Прибалтики. Далее. Германия. Польша. Молдова. Румыния. И, возможно, Болгария. Попытаются втянуты Грецию. Вот пример такой замысел. На этом фоне, естественно, пошли всякие мелкие провокации. Вот эти провокации с диверсионно-разведывательными группами на территории Белоруссии направлены на одно. Формально появление диверсионно-разведывательных групп Украины на территории Белоруссии это акт военной агрессии против Белоруссии. И в соответствии с международным правом, Белоруссия имеет полное право объявить войну официально в Украине и начать боевые действия на своем фронте. Но я вам уже рассказал, для чего это делается. Поэтому надо отметить, что Лукашенко, несмотря на жесткие заявления, идет очень взвешенную политику, четко координирующуюся с политикой России. И в том числе и с учетом, конечно, и Китая. Уже Китай тоже ведет очень тонкую игру. И сегодня практически Китай и Россия уже практически официально работают в одной связке. После приезда сюда министра обороны Китая, кстати, вице-адмирала. Вот я хочу обратить внимание, что об этом я уже говорил, что китайский министр обороны адмирал при размещении ядерных ракет Китая межконтинентального радиуса действия у нашей границы, это все демонстрация того, что Китай работает на морском направлении против американо-западного противника, но никак и против России. Это вся военно-техническая политика Китая, включая военно-стратегическую политику Китая, связанную с развитием вооруженных сил. Об этом я уже говорил, повторяться не буду.